О том, как Индия относится к своему искусству убивать корабли, торпедировать подводные лодки, крушить и разрушать технику, вы начинаете понимать во время своего прилета. Аэропорт Васка-де-Гама, он по сути-то и был военным. И вот только сейчас начал работать в полном режиме на прилет туристов. Конечно, туристы сюда прилетали и ранее, но понять-то надо, насколько Индия готова вкладывать в свое вооружение нашу технику. И тут понять-то надо, в бытность Британской империи индусы худо-бедно старались защищать Британию. Конечно, это не мы, с голыми руками отстоявшими самые ужасные годы Второй мировой, но по сути воевала и Индия, используя в свое время британское вооружение. А после того, как все дело рухнуло, кое-что и осталось. Помнится, когда развалилась Британия, на пространстве Инда-Китая осталось несколько сторон, которые до сих пор находятся в натянутых отношениях. То есть, как всегда, бриты ушли, и они водрузили хаос. Пакистан, Афганистан, Бирма, Мьянма и Индия. Круто они рассорили несколько государств, бывших Британской империи. А там еще до Индонезии со Шри-Ланкой. Выстроили только те, кто сразу мотанулся в СССР. Вообще, надо было понять, что СССР была гарантом стабильности. Отослала к своим корням США. Там до сих пор трагедия, как не дали им отхомячить Корею, Вьетнам и Кубу. А еще хотелось Китай захватить, Индию, Анголу всяческую. И перечислять-то можно долго. Но понятен результат. Когда СССР отваливала, мы сохраняли достоинства. И если бы не Штаты, все было бы правильно. А Штаты что сейчас делают? Везде, куда бы они ни сунулись, визг и не только. Визгом визжат женщины, потерявшие отцовку и детей. Да я бы воткнул этим перцем, но они укрылись за ядерным щитом. Но ядерный щит в аккурат оказался, во-первых, у Китая, ну и Индия этим же щитом и прикрылась. Да, возможно, мы что-то им дали. Вопрос спорный. Другой вопрос. Почему мы прощаем долги СССР? Ну и естественно, под новые долги за новое вооружение. Это наша политика, пожалуй, хорошая. Потому как НАТО имеет весьма странный потенциал под эгидой борьбы с инакомыслием разрушать исторические корни. Не создавая ничего взамен. Ну вы посмотрите, что они сделали с зоной Варшавского договора. В каких руинах они теперь лежат. Мустозвонных хотели в Еврозону. И НАТО. Ну получили. А людям-то спокойнее жилось под прикрытием Союза. И ко всему этому приходишь после мысли о том, что в момент приземления мы видели российскую технику прямо на аэродроме. Дешевле, вкуснее и правильнее. Да и возможность-то производить оную есть и в Индии. Так что же поменялось-то? Да ничего не поменялось. Дело в том, что вообще Индия это не место, где что-то меняется. И у страны это и кризис. Этого не бывает. Именно поэтому за моей спиной старые наши самолеты. За моей спиной Ка-25. Там чуть дальше Харьер. Но все это сделано почему? Да потому, что Индия использует нашу воинскую технику. Я посмотрел, как наши сухари взлетают. Просто красиво. Пшшшш. И пошпарило. Вот такая она Индия. А еще здесь есть замечательный Ил-18, который уже не Ил-18, а Ил-38. А теперь вам понять-то надо, что в отличие от России, где все, что делается, разрушается, разрушено все. Как только псевдокоммерс придет на руководство любой бывшей госструктуры, он уничтожает достоинство, нами хранимое. И нету больше летного поля в Москве, нету самолетов на ВВЦ, нету бортов на левом берегу, нету ту-104 в Давлетово. Мы убиваем нашу историю и делают это отморозки. Отморозки, пытающиеся дать нам ЕГЭ. Вы подонки, зачем это делаете? Подонки не должны быть ни в сфере образования, ни в сфере медицины. Но у нас любят подонков, так что ли? А вот это не подонки. Здесь все то, чем занималась авиация военно-морских сил. Это круто. И почему вы это не видели? Да потому что для того, чтобы это видеть, надо знать историю и владеть картами. Кстати, качественная история Турции находится прямо рядом с аэропортом Ататюрка. А это правильная история Индии. Государство, в скором времени переплюнувшего экономику США. Как вам вот такая история? Вы теперь понимаете, что Пегасо никогда не будет рулить в Индии. Знаете почему? Обратите внимание, это самолет 51-го года. Пролетел. Сколько здесь места? То есть Индия, в смысле штат Га, разрабатывалась как туристическая зона даже не в этом веке. И даже не в прошлом. Просто в позапрошлом веке самолетов, естественно, не было. И сюда приезжали на пароходик. Сколько времени занимало путешествие вот на таком суперконстиллейшне? Четырехмоторном поршневом самолете. Люди летели примерно 20 часов. Ну, с пересадками, с дозаправками. И вот вернемся к теме, которую я озвучил. То есть здесь есть такой отдых, который вы еще не видели. И вам его навязывать не смогут. А для этого достаточно либо воспользоваться интернетом, а еще проще взять таксиста. Как правило, вам все покажу.